Гибель океанского лайнера «Титаник», авария на Чернобыльской АЭС и крушение дирижабля «Гинденбург». О причинах трех крупнейших катастроф 20 века, произошедших на воде, на земле и в воздухе, эксперты спорят до сих пор. Сегодня мы расскажем вам о крушении гигантского дирижабля «Гинденбург» и о том, почему во всем мире перестали пользоваться таким видом транспорта. Поехали! Гинденбург являлся воплощением триумфа технологий Германии и научной мысли данной страны. В свое время после прихода к власти в Германии национал социалистов Гуга Экнер, который был партнером графа Цеппелина и отцом первой в мире авиакомпании, сумел убедить Гитлера, что строительство и эксплуатация невиданных до этого времени по мощи и размерам дирижаблей сможет поднять престиж Третьего Рейха. Адольф Гитлер поддержал данную идею, распорядившись выделить денежные средства на строительство дирижаблей близнецов Гинденбург и граф Цеппелин II. И это могло быть только началом. Если бы реализация первого этапа этой грандиозной дирижаблестроительной программы оказалась удачной, планировалось начать постройку еще более величественных пассажирских и военных дирижаблей. К строительству Гинденбурга приступили в 1934 году. Тогда его называли гордым ангелом Новой Германии. По размерам он превосходил все существующие дирижабли тех лет. Длина 248 метров, диаметр 41,2 метра. На дирижабле были установлены четыре мощных дизельных двигателя компании Daimler. Общая мощность 4200 лошадиных сил. Максимальная дальность полета составляла 14 тысяч километров. На дирижабле были созданы самые комфортные условия для пассажиров. На его борту имелась специально 15-метровая смотровая площадка, ресторан с эстрадой и роялем, большой читальный зал, курительный салон. Пища готовилась на кухне с установленным электрооборудованием. В каждой из его кают были туалет, ванная, холодная и горячая вода. Разумеется, везде на дирижабле красовались портреты генерал Фельдмарша Гинденбурга. После того, как на дирижабле побывал лично фюрер, которому Гинденбург незадолго до этого передал власть, на корабле появились и его портреты. Создавая свой дирижабль, Гуга Экнер предполагал использовать для его наполнения инертный гелий. Данный газ обладает меньшей подъемной силой по сравнению с водородом, но при этом он не взрывоопасен. Инженеру пришлось увеличить объем будущего дирижабля до по-настоящему фантастической величины – 190 тысяч кубометров. Будучи наполненным гелием, Гинденбург становился почти неуязвимым. Даже в случае прямого попадания взорвалось бы как максимум два баллона с газом из 15. При этом, по расчетам конструкторов, Гинденбург мог находиться в воздухе даже при 6-7 пробитых баллонах. Однако расчеты так и остались расчетами, потому что в дело вмешалась политика. В то время единственное месторождение природного гелия располагалось на территории штата Техас. В свою очередь, американцы смотрели на бурно развивающуюся Германию с опасением и наотрез отказались продавать гелий нацистам. Конгресс США даже принял специальное постановление по данному вопросу. По этой причине конструктору немецкого воздушного гиганта пришлось применить для наполнения баллонов цепелина горючий водород. Предприняв при этом все возможные меры безопасности, которые можно считать беспрецедентными. На капитанском мостике в коридорах, грузовых отсеках, пассажирских каютах и других помещениях дирижабля была смонтирована самая современная на тот момент система пожаротушения. Всему экипажу была выдана специальная форма, выполненная из антистатического материала. В мастерских компании Цепелин производили обувь на специальной пробковой подошве. При посадке в дирижабль пассажиры сдавали спички, свечи, зажигалки и даже фонарики. Для курящих пассажиров был оборудован отдельный салон в виде герметичного бокса с плотно задраенными окнами, который был оснащен мощной системой вентиляции. Компания-перевозчик за свой счет предлагала всем желающим широкий выбор дорогих сигар. В свой последний полет Гинденбург отправился вечером 3 мая 1937 года. На борту было 97 пассажиров и членов экипажа, стоимость билетов для которых равнялась приблизительно 400 долларам. Вылетев из Германии в 2015 и преодолев Атлантику, 6 мая 1937 года Гинденбург показался над Манхэттеном. Желая угодить пассажирам и продемонстрировать американцам дирижабль, капитан корабля провел Цепелин настолько близко к смотровой площадке Empire State Building, что пассажиры и посетители площадки могли помахать друг к другу. Покружив над городом, дирижабль направился в сторону базы Лейкхерст, где он должен был совершить посадку, и к 16.00 прибыл к ней. Однако с запада к посадочному полю приближался обширный грозовой фронт, и начальник базы, известный дирижаблист Чарльз Эрзендаль, не рекомендовал капитану Пруссу выполнять посадку. Некоторое время дирижабль двигался вдоль побережья, ожидая разрешения на посадку, в то время как грозовой фронт плавно уходил на север. В 18.12 Гинденбург получил радиограмму из Лейкхерста с сообщением о том, что погодные условия допускают посадку, и снова взял курс на базу. В 19.08 он получил еще одно сообщение из Лейкхерста с рекомендацией провести посадку как можно скорее. В 19.11 дирижабль снизился до 180 метров. С земли репортаж о прибытии дирижабля вел американский журналист Герберт Моррисон. В 19.20 дирижабль уравновесили, после чего с носа его сбросили причальные канаты. В 19.25 в районе кормы перед вертикальным стабилизатором над четвертым и пятым газовым отсеками произошло возгорание. В течение 15 секунд огонь распространился на 20-30 метров в сторону носовой части дирижабля, после чего прозвучал первый взрыв. Через полминуты после возгорания Гинденбург упал на землю рядом со швартовочной мачтой. При крушении погибли 36 человек, 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один сотрудник наземной службы. Многие из них погибли в огне или задохнулись угарным газом, а некоторые успели выпрыгнуть из горящего дирижабля, но разбились насмерть. Часть команды во главе с капитаном воздушного судна Максом Прусом были прижаты к земле пылающими обломками горящего корпуса. Сильно обожженными им все же удалось выбраться из-под обломков, но шестеро из них умерли на следующий день от ожогов и полученных при падении травм. Спустя 76 лет после того, как в огне пожара погибли десятки людей, а активная эксплуатация пассажирских дирижаблей была приостановлена, американские ученые установили настоящую причину катастрофы Гинденбурга. По информации The Independent, теория, которая раньше рассматривалась в качестве одной из версий, была подтверждена опытным путем. Группа ученых из Юго-Западного исследовательского института из города Сан-Антонио, находящегося в штате Техас, пришла к выводу, что возгорание на борту Гинденбурга, который вскоре после данной трагедии стали называть нацистским «Титаником», произошло по вине статического электричества, которое возникло в результате воздействия между грозой и наружной оболочкой дирижабля и его каркасом. В это же время по неизвестной причине на борту дирижабля произошла утечка газа, скорее всего из-за повреждений одного из баллонов с водородом. После этого газ проник в вентиляционные шахты. Во время заземления посадочных канатов дирижабля по причине разности потенциалов между каркасом и частями наружной оболочки возникла искра, и воздушно-водородная смесь на борту Гинденбурга воспламенилась. Крушение Гинденбурга фактически стало концом коммерческого использования дирижабля в транспортных целях. Deutsche Zeppelin-Rideray отменила все запланированные рейсы в США и Бразилию. Правительство Германии запретило пассажирские перевозки на воздушных суднах. Разрешения выдавались только для перевозки почты и посещения авиашоу на территории Германии. Заграничные полеты с любыми целями были запрещены. 18 июня 1937 года LZ-127 граф Цепелин был переведен во Франкфурт, где был размещен в качестве огромного музейного экспоната на выставке, посвященному графу фон Цепелину и его работам. Следующий дирижабль в серии LZ-130, хотя и был достроен, однако использовался только в военных и пропагандистских целях. Весной 1940 года по приказу министра авиации Германа Геринга оба дирижабля были отданы на слом. Спустя 70 лет после страшной катастрофы в небе над Нью-Джерси интерес к аэростатам вновь возрастает. По расходу топлива они втрое экономичнее существующего воздушного транспорта, а это хороший стимул для их массового использования. В британском городе Бетфорд недавно состоялся первый испытательный полет самого крупного на данный момент воздушного судна в мире – дирижабля новейшего поколения под названием Airlander. Его стоимость составляет около 60 миллионов фунтов стерлингов, а параметры поражают воображение. Современный аналог, казалось бы, давно забытых и похороненных во временях дирижаблей способен двигаться со скоростью до 150 км в час. При этом он может находиться в воздухе до 5 суток без перерывов, а приземляться как на поверхность земли, так и на водную гладь. Грузоподъемность корабля составляет 10 тонн. На данный момент британские инженеры заявляют о готовности внедрить свою разработку в серийное производство. Вряд ли дирижабли Airlander уже в ближайшем будущем станут массово выпускаемым продуктом, но, возможно, через какое-то время именно благодаря им постепенно сформируется новый тип воздушных перевозок. Пока же компания планирует найти применение аэростата в таких нишах, как обеспечение доступа в удаленные регионы, доставка помощи, реклама, наблюдение и роскошные путешествия для состоятельных людей. Ну что ж, на этом все. А как вы думаете, стоит ли опять использовать дирижабли для полетов? Хотим услышать ваши аргументированные ответы в комментариях под видео. И всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok